В этой статье гребут всех. Это 15 суток, которые... Космонавтов, как их называют. А бабушки говорят, а куда же нам бежать с палочками? Свобода собрания, там четко написано. А мы, кстати, читаем. Ну, заберут, так заберут. Если бы выборы честные были, тогда бы... Вы рассказывали, что раньше были выборы плохие, были такой же. Ну, что мы можем? Мы можем вот выйти, высказать свое недоверие, недовольствие против этого вранья. Есть вот знакомые с отбитыми почками. Да, это же вообще трэш про ввод дефолт. Это правозащитный подкаст «Весна Придия». Тут мы рассказываем про опыт людей, которые живут в Белоруссии. Витаю, меня зовут Катерина, а этот выпуск подкаста посвящен одному из воскресеньев в Минске, где люди гуляли. Это воскресенье 25 октября, но дата здесь не так важна, потому что такие воскресенья, каждые. Впрочем, в этом воскресенье были и свои небольшие особенности. Интернет отключили пораньше, станции метро закрыли побольше, а кордоны из силовиков на этот раз очень старательно не пропускали людей присоединиться к маршу. Каждый выход на марш для каждого вышедшего – это административное правонарушение, согласно белорусскому законодательству. Статья 23.34 Кодекса об административных правонарушениях. Вы предполагаете вариант, что можете быть задержанными? Ну как же, ну что за вопрос? Мы взяли с собой двое трюсов, носки запасные, лекарства. Да, ну что делать? Жизнь. В нашей стране может быть задержан каждый, а все остальное – это уже потом. Знаете, о существовании статьи 23.34 КОАП? Естественно, все в этой стране знают уже эту статью. А вы когда узнали? Там есть еще один, по-моему, по-моему. Ну, пошли сразу. Сразу после выборов? Угу. И как вы к ней относитесь? Ну, естественно, отрицательно, потому что по этой статье грибут всех, как можно относиться. Ну, загрибут нас с вами сейчас вот здесь, на улице, и мы виноваты. Почему мы идем? Просто потому, что мы идем. Очень много у меня знакомых, кто просто получал. Человек, он вышел из бани, его отметелили, как бы. Поэтому, как можно относиться к такой статье? Эту семью из трех человек – мама, папа и взрослая дочь – я встретила недалеко от старого города, район Немиги. Мы увидели на дороге кордон из силовиков. Он не позволяет пройти дальше и присоединиться к маршу. Мужчина советует мне спрятать микрофон, а его дочь, не то в шутку, не то всерьез, а может все сразу, говорит. Ой, у меня сейчас будет паническая атака от их вида. Мы расходимся, но чуть позже я вижу эту семью вновь. Они садятся в машину и приветственно машут мне рукой. Но вспомним слова этого мужчины. Очень много у меня знакомых, кто просто получал. И это, наверное, уже общая данность. Не у каждого лименчанина и белоруса есть знакомые, которых задержали, осудили, закрыли, избили. В общем, репрессировали. Этот вопрос, есть ли у вас кто-то, кто пострадал, я решила задать первому встречному человеку, не стремящемуся попасть на марш. Это бармен, работавший в тот день в одном из заведений на Немиге. Через знакомых огромное количество. А так очень близкий друг вот в последнее воскресенье с прогулки оказался в Октябрьском РОВД и встретил день рождения в Барановичах. В последнее время от Барановича начали перевозить. Это из-за нехватки мест, как вы думаете? Ну да, 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 сто процентов. Плюс они же, наверное, аккумулируют, понимают, что они еще там в субботу, воскресенье возьмут. Поэтому надо, чтобы места на местности освобождать. Вы не знаете, его сразу повезли в Барановичи или он побыл на Окрестино и потом повезли? В РОВД, Окрестино, Баранович. А Барановичи не в четверг повезли? В четверг. Ну, то есть там же такая система, четверг единственный день передачи в Окрестино? Все верно, мы успели, да. Мы успели, разделили две эти, как посылки, разделили просто на две штуки. И одну сразу в Барановичи поехали, оказалось, да, он там. Да, это же вообще трэш, что, типа, не знаешь, где человек, что он, в судах дела нету, как судили, за что взяли, как его самочувствие и все остальное. Это же вообще, типа, про его дефолт. Тем временем, люди в районе старого города пытаются попасть на марш, а силовики переставляют кордоны. Ну, вон они едут. Вот цирк и щиты, вот они утерлись из щиты, направо сюда, выше сюда и пошли сюда. Идя столпой людей, я вижу официанта, вышедшего из кафе, ну и, наверное, менеджерку. Он держит в руке телефон с включенным изображением бел-червоно-белого стяха. Это знак, и я сразу его считываю. Протестующим здесь всегда готовы помочь. Я начинаю разговаривать с ребятами из кафе, но наш разговор перебивается, и эта причина заставляет меня улыбаться. Ваше заведение в центре находится, и много протестующих мимо ходит. Конечно, почти каждое воскресенье. Какие, может быть, истории можете вспомнить, связанные с протестом? Сама Нина Богинская в каком-то уже из своих многочисленных интервью ранее говорила, что не поняла, как это произошло. Ее вдруг начали узнавать на улице, и она стала знаменитой. И, честно, у меня было похожее ощущение. Я вдруг в какой-то момент начала осознавать, что Нина знаменита. Нину Богинскую я знала сравнительно давно. Она, бывало, приходила на весну за советом. Ведь ее постоянно репрессировали, потому что репрессии в Беларуси существовали давно. Просто сейчас они в огромнейших масштабах. Нину я также часто видела в судах. Она туда приходила, чтобы поддержать активистов. И в 2019 году, когда людей судили за участие в акциях против интеграции с Россией, по той же статье 23.34, которая, да-да, уже тогда и тоже уже давно существовала. Но вернемся к тому кафе, с работниками которого я продолжила разговор. Нет, Амон к нам не заходил. У вас прятались протестующие? Да, да, у нас прятались протестующие. Мы расставляли с сиропами, получается, напитки, чтобы люди, которые забегали, были как бы при чашечках, не пустых столах, если на случай чего. Как-то так вот. Сотрудники кафе просили не указывать его название в подкасте, а то возможное давление и все дела. И вообще, люди, голоса которых прозвучат в этом подкасте, также просили их не называть. Их можно понять 23.34. Только вот на марш мне попасть не удается. Интернета нет, как всегда, и я не могу определить, где колонна. Это не могут понять и десятки людей, блуждающих по окрестным улицам. Если на митинг, то сюда шли люди. Там закрыты уже кордоны, а все оттуда все возвращают, там перекрыли уже все. А перекрыли кем? А молнии стоят со счетами. Я пошла с моста, нас вернули. И мы разделились. Некоторые пошли на ту улицу параллельно, говорят, к стейле. Потом вернулись, говорят, там уже со счетами стоят. Пошли сюда уже. Но они сегодня, задача разделить, не будут идти всех в одну кущу. У них сегодня сручные люди не могут сюда никак не добраться, их не пускают. Вам далось на стелу попасть? Да, от стелы. В смысле, я отца от цирка, и потом на стелу, и вот потом сюда. А там было много силовиков? Да. Очень много было в центре. Очень много было возле цирка. Янки Купалы. Вот там вот вся эта история внутри центра, короче. Вы знаете же статью 23.34 Коап? Это 15 суток, которая грозит? Ну, там на самом деле от предупреждения до 15 суток, в общем-то всем по 15 дают. Да, предупреждение, что в этом году забыли. Типа это слово вычеркнули из белорусского словаря, особенно судьи. Вы его никогда особо не вспоминали? Да. А когда вы узнали про эту статью? Ну вот, конкретные вот эти цифры я узнал именно вот этой осенью. А вас еще не... Нет, слава богу, сейчас же я обминовала меня. Бесконечные кордоны силовиков, которые просто не пропускают. Люди ищут проход и рассыпаются где-то на улицах Комсомольской. В ходьбе я разговаривала с одной женщиной. Вы, наверное, знаете про статью 23.34 Коап? Да, кто же ее не знает. А как там вы о ней узнали? Ну, вообще, я очень плохо запоминаю цифры, но... Ну, эту статью я уже вот узнала, да, вот... Женщина вспоминает, как была на марше пенсионеров 12 октября. Это тогда, когда силовики попытались разогнать и пенсионеров, и студентов, и медиков с помощью газа и светошумовых гранат. Рассказ этой женщины я решила сохранить практически полностью. Он будет подлиннее. Оказалось, в нужный момент запарковалась возле Сума, а в это время как раз на Якуба Колоса приплывала вот это... Вот именно приплывала, потому что если вот эти марши, это такой драйв, это такая сила, то бабушкин марш... Это... Я это вот сопоставляла, знаете, с облаком, которое вот медленно-медленно, огромное облако, красивое, красно-белое, вот, с палочками. Оно плыло, вот этот масштаб, ну, не знаю, невозможно было остаться, я была с другой стороны проспекта, но купила в переходе цветы. И первый, кто вышел мне на сцену, вернее, я поднялась с этого, это была встреча с Ниной Богинской, я говорю, это знак. Значит, вот, и после как получилось, что я оказалась в самом... В эпицентре? В эпицентре, да. Студенты появились напротив, ну, тут же подъехал Микорький, они растворились, тоже как облако, вот, ветер раздул мгновенно, вот. А когда мы подошли к воротам политехнического, мы там, бабушкой шли впереди с пирожками, у нас перед носом с громом закрылись ворота. То есть, чтобы туда они пошли, то есть, прям вот перед носом с этой и с той стороны появился вот этот замок. То есть, знаете, это была картина, без слез невозможно было смотреть, потому что бабушки вот через эти ворота начали сунуть этим деткам пирожки. Детки их с той стороны гладили вот тут же, это все через эту решетку. Ну, это вот, я говорю, как фильмы, вот, во время войны, когда отправляли куда-то там, ну, примерно что-то. И тут кто-то говорит, ой, смотрите, тут же напротив, с той стороны проспекта вышли медработники, цепь солидарности стали в каладах. Да, было. Ну, то, что, как бы, они ждали провокацию любую, это было понятно, потому что проспект был перекрыт в две стороны. То есть, они его перекрывали по мере продвижения, то есть, чтобы не было ни свидетелей, ни помощь. И мы не успели только что-то там прокричать им спасибо. И тут же автобус, три или четыре микроэка, и вот скакивают эти, начинают их хватать и запихивать в эти микроавтобусы. Наши бабушки, я говорю, молодежь, она фотографирует, наши смелые бабушки, первые, значит, побежали через этот проспект, потом повернули, что вы стоите. И тут мы побежали все, вот, что делать? Знаете, вот голова нет, просто было понятно, что надо бежать и отбивать. И вот это, знаешь, я говорю, картинка, когда вот запихиваешь постельное белье в сафон, да, оно не влазит. Так вот, таким образом они запихивали этих людей, медиков в микроэк, а мы их вытягивали. Он стоит вот так, ну, расставившими, и спод ног, и сбоку. То есть, они запихивали, мы их доставали, вытягивали. Они кого-то там схватили в автобус большой. Он собрался уезжать, в общем, мы перегородили вот эту стали на там. Ну, все, они дали ему проехать. О том, как это было 12 октября, немножко звука из видео Тульбай. Выпускай! 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 Ну, на самом деле, вот, там была неразбриха, как вот в этом, все смешалось в коме люди. Так это вот, там все перемешались. Они начали брызгать газ. Бабушки начали кашлять, но никто не уходил. Потом, когда стали перегородить автобусы, они начали под ноги нам кидать вот эти петарды, или гранаты, или патроны. Это все шумовые гранаты? Да, да. И это на самом деле страшно. Потом мы стали, из микриков начали эти вот выскочили. И, как обычно это бывает, то есть, ну, запугать, то есть, они помчались на толпу. А бабушки, как я потом уже общалась, они говорят, я говорю, молодцы, потому что молодежь убегает. И это страшно, это им чищется не потому, что страшно, а потому что, ну, инстинкт самохранения за всеми. А бабушки говорят, а куда же нам бежать с палочками, мы и там это. То есть, они ломанулись, а все как вкопаны. Во-первых, все стоят, ну, от этих взрывов. То есть, у многих шок. У многих, ну, вот, я начала, я говорю, включилась тут же функция полевой сестры. Я начала там этих бабушек там отвозить в сторону, там натягивать и маски, не знаю, правильно, неправильно тоже. Смотрю, вот бабуля стоит, она, у нее состояние просто вот отрешенности. Она не кашляет, не кричит, не она просто стоит. То есть, я понимаю, у человека, пожилого человека это стресс. То есть, от всего вот этого мы стали вот в сцепку и так быстро начали вот выстраиваться в сцепку к ним лицом. Что даже не вместились все. Следом еще за нами два ряда. И, ну, как бы это было хорошо, потому что он прошел по первому ряду. Вот так вот всем нам попшикал газом. Вот просто вот на этом вот. Ну, да, но все начали кашлять. Сцепку, естественно, ну, как бы расцепили. Но за нами еще два ряда. То есть, в результате, получи, выглядело так, что как будто мы их взяли в плен. Вот. Ну, и, в общем, даже женщина сходила одна в автобус, проверила, всех ли они выпустили. То есть, там кричали, выпускай. Она пошла, проверила. Она ей, да, выпустили, выпустили. Она, я вам не верю. Вот. Прошла, посмотрела в автобусе. Ну, да, всех выпустили. Вот. Ну, в общем, там, я так поняла, что подошло. Тут же начал товарищ ходить прям лицо снимать. В цикаре, да? Нет. В форме? В форме. И все это время, когда мы шли, медленно-медленно, вот просто километр-час ехал тоже. Вот он в форме, и он снимал. Одной рукой держал камеру, другой. Это было, ну, неприятно. Ну, вот. Их хочет на то, что мы убегаем, и они бьют в спину. А как только к ним поворачиваешься лицом, и все, они теряются. То есть у них вот программа, как дрессируют собаку там на определенную команду. И, ну, возможно, так и есть, потому что вот когда мы стали к ним лицом, и они не знали, они стояли вот этими дубинками, размахивали. Причем мы их там перегородили, прокричали им все, что нам хотелось. Вот прям в лицо, глядя, пусть в прорези глаз, но, ну, во всяком случае, диалог, не диалог, это не назовешь, но вот такой был понедельничный этот. Вот, ну, как бы медиков мы, да, всех отбили, отобрали. И, ну, бабушки это, это вообще, потом уже вот возвращались. Говорю, ну что, напугали, следующий понедельник, следующий понедельник еще подруг возьмем. Вспоминаем мы и предыдущее воскресенье. Ведь для многих людей это воскресенье не первое. И лично я убегала и в воскресенье не потому, что вот страшно, но, я говорю, инстинкт самосохранения. Когда тебя бегут, обгоняют, еще одежда, в белом пальто, красный рюкзак, и понимаешь, что если я останусь, значит, меня схватят. То есть надо бежать, потому что, ну, только вот из этих соображений, что все бегут. Ну, заберут, так заберут. У меня, я говорю, два пункта, которые меня вот волнуют. Я живу одна, у меня собака, и я очень, ну, переживаю, что если меня заберут. Вот сегодня сейчас встретила знакомую, оставила ей телефон, кому звонить. То есть договорились, если я не отзвонюсь вечером, чтобы звонила, чтобы нам собаку забрали. Второй момент, мне нельзя прерывать лекарства. У меня вторая группа, у меня как бы инвалидторы группы, ну, у меня беспрерывный должен был курс. Вот, таблетки ношу с собой, но могу же и не отдать. Поэтому, ну, как бы вот, уже первые вот марши, это было так здорово, возбуждающе. Потому что выходишь, и вот уже по проспекту идут люди с этими, с флагами, там, мы-то, и, ну, на самом деле, это драйв, и придают, ну, такой этот, то предыдущие эти, это вот так, ходишь, бродишь, сам человек, там, наверное, сегодня не придут. И потом вдруг где-то в одном месте такой, ух, научились уже вот пробираться с такими партизанскими тропами. А вот этому собеседнику на марш попасть удалось, потому что он пришел к самому началу и присоединился к колониям. Из-за того, что мне не очень нравится, что видя любой заслон, то есть даже без колючей проволоки, даже вот без щитов, просто становятся пацаны, которые, ну, дают проход просто на улице. Люди, все, разворачиваются и идут обратно. Это не очень хорошо, потому что, ну, получается, что движение колонны определяется всеми этими чуваками с щитами. Вот. И мне кажется, что они это, ну, стали понимать, потому что, вот, судя по тому, что я видел, реально, как бы, ну, отчисление с проспекта не дали выйти на проспект, да, и люди пошли, ну, по сути, дворами. То есть это даже не второе кольцо было. Мы разговариваем с ним на Сурганово. Вдоль улицы стоят силовики, спецтранспорт и космонавты. Космонавты то сидят в спецтранспорте, то выходят из него в открытый космос, наверное, то бегут обратно, гремя щитами. Там, если вы услышали, главный, по всей видимости, космонавт сказал, подбадривая бегущих коллег, кто последний, тот дальше о нем слышала. И какая-то девушка подошла и обратилась к главному космонавту. А что вы здесь делаете? Что происходит? У нас что, теракт? Нет, так надо же, скажите, а если здесь что-то происходит, мы живем здесь? Там плохо слышно, но силовик после некоторого молчания ей ответил. Все в порядке, не волнуйтесь. А мимо на самокатах катаются мальчики. Я слышу, как они обсуждают тихорей. Я слышала, как вы сказали, там тихори. Кто такие тихори? Ну, ОМОН. В автобусах с завешенными, да. То есть те, которые скрываются, как бы не хотят показывать его. А когда вы про них узнали? Вы же как-то жили и не знали? Да нет, сначала митингов, как начались, как начали разъезжать и бить людей. Откуда вы об этом узнаете? Ну, от телеграм-каналов, интернетов, всяких нахер. Он уже признан экстремистским каналом. Знаете про это? Нет, я не знала. Вы когда-нибудь до 9 августа видели? Вот сейчас были ОМОНовцы, водометы. Вы когда-нибудь это видели в своей жизни? Нет, вообще ни разу. Думали, что вы будете жить при таком детстве? Нет. Ну, если бы выборы честные были, тогда бы... Вы рассказывали, что раньше были выборы плохие, были такое же? Ну, то, чтобы прям вот так было, все было, чтобы ОМОН бил людей, там, чуть ли не убивал, тогда я нигде не уйду. А сколько вам лет? 13 лет. 13, можно сказать. Вы уже знаете про нечестные выборы. Ну, что мы можем? Мы можем вот выйти, высказать свое недоверие, недовольствие против этого вранья. Здесь же народ наш, у нас мирный народ. Мы просим просто провести повторные выборы. Мы просто попросили провести выборы. И на этом бы все закончилось. Почему из-за такого мелкого вопроса, да, возникло вот такой хаос? Мы просим. Это выборы явно были. Кого просить? Мы просто хотим. Первое, вот как у нас, как было просто, как вся страна встала, голосовала. И как? Как 10%? Мы стояли в очереди. Мы два часа в очереди стояли. Это был первый шок. А второй шок, это жестокость, которая была необъяснима, просто необъяснима в здравом уме. Сделать такую жестокость к обычным мирным людям. Вот эта жестокость, и это забыть нельзя, и простить нельзя. Это уже простить нельзя. Поэтому боремся, высказываем свою позицию. Как можем. Ходим каждые выходные. Как победно. Да, ходим. А вы в такой момент осознаете, что получается, участвуя в митингах, вы нарушаете белорусское национальное законодательство? Нет. А его нет, правовой депо есть такое. Нет. Нет. Что мы нарушаем? Мы вышли высказать свои... Почему вы нас не послушали? Послушайте нас, мы вышли, высказали свою точку зрения против неправильных выборов. Мы хотим повторные выборы. Сделайте. Даже не слушай. Так а как нам делать? Что нам делать? Мы поехали туда. Поехали. А кто это? Вот комаровки, которые стояли в рубеже. Вот эта вот система. С этими считами вот этим. А, вот это рубец. Да. Вот почему. Люди ходят. Мы же ничего не делаем. Не бьем, не стреляем. Не перегородили. Ничего. Зачем вот это все против нас? Вот, посмотрите, вот стоит этот. Что соблюдать, что нарушать. Водомет этот. А он на перекрестке молодежь. Да, да, да. С лагом. С лагом, да. Мы, наверное, после 9-го научились различать военную технику, от рубеж, водометы. Ой, девушка. Я даже не знала, что такое окрестина есть у нас. О чем вы говорите? А сейчас это уже все... Я говорю, просто вот это беззаконие, которое... А что ж мы нарушаем? А как? Так они все нарушают, им можно. Он врет, нам можно это все, да, мы должны воспринимать. Они жестоко обращаются с мирными, обычными детьми, людьми. Мне детей очень жалко в этой ситуации. Потому что их на вот эта легкость наивная, это юношеская, такой еще порывы, все, чем чреваты для них оказались. За что ж вы этих детей? Закон, какой закон они нарушили? Они вышли на мирную демонстрацию. Вы разрешите? Мы обратились? Вы разрешите? Нет. Так а на что нам рассчитывать? Мы должны свою точку зрения отстаивать? Мы должны высказывать свою точку зрения? И в одном законе же не написано о том, что если кто-то нарушил закон, его нужно бить сразу, ногами, палками, унижать, пытать. И жестокостью мы просто не... Конституция переделана, и даже против этой недоконституции противоречащие указы создаются, и всякие распоряжения и так далее. Свобода собрания, там четко написано. Свобода мнения, там мироскопеда. Мы уже даже легкостью какими-то юристами даже немножко стали. Потому что те действия, которые применяются к мирным гражданам, к мирным демонстрациям, уже стараешься, читаешь, вычитываешь, думаешь, что что ж ты нарушаешь? Почему он может ко мне подойти, взять мой телефон и проверять в нем? Это моя личная, она защищена Конституцией. Почему он это делает? А он это делает. И ты ничего не сделаешь. Если не дашь, он тебя... Он не на статью законно ссылается, а говорит, я тебе пальцы поломаю. Понимаете? Вот это что? Поэтому мы выходим как можно мирно, демонстративно. Можно познакомиться. Вот они едут, красавцы. Это же не автозаки, какие-то автобусы. Это да. Давай с Капу. Это они везут уже обратно. Это везут этих... Обратно повезли. Космонавтов, как их называют, со щитами, которые в касках. Это уже их погрузили и везут уже. Скажите, а кто-нибудь в вашей семье или знакомые пострадали каким образом? Были ли задержаны? То есть, таких нет, у которых бы не... Ну вот я проверяю. Все пострадали 25 лет. Конечно, да. То есть, нет белорусов, у которого бы не было? Слава Богу, все живы. Мы таких не знаем, у которых бы никого не задержали и не пострадал никто. Есть вот знакомые с отбитыми почками, есть сидит, которые... Как бы у них есть видео, который подбежал 9-го числа и к толпе ударил ОМОНовца. Ударил ногой ОМОНовца. Вот он сидит сейчас уже 3 месяца, и ему грозит там от 5 до 8 лет. Но пока сидит. Вот это друг моего сына. Знаете, что на Северном Крематории, позадавайте вопросы, кого там привозят? Почему до сих пор неизвестно, сколько пропавшие дети, вот эти митингующие... Почему неизвестно до сих пор, где они? Почему нет такой информации? Почему следственный комитет молчит? Ну, это же вот все, когда это анализируешь, составляешь, ну как с этим смириться можно? Нельзя. Нет никакой законности в стране. Никакой. После этого марша вечером 25 октября я узнала, что на улице Орловской в участников бросили светошумовые гранаты. И ОМОН врывался в квартиры и вытаскивал оттуда спрятавшихся людей. Ну, где уходишь? Пожалуйста, не надо, уйдите. Я сказал, бабку и дрова. Пожалуйста, ну не надо, пожалуйста. После следующего воскресенья 1 ноября Следственный комитет завел уголовное дело, подозреваемыми по которому стал 231 человек. А в воскресенье 8 ноября было задержано более тысячи человек. Что принесет нам новое воскресенье? Никто не знает. Когда многие мне говорят, вот ты чего ходишь? Это все хорошо. Я говорю, да, я состоялась как личность, и именно поэтому я хожу, потому что я хочу чувствовать себя в этой стране, вот этой человеком с большой буквы, тем, кто и есть. А не вот этим будут и пригибаться, выполнять какие-то, даже это незаконные, это чьи-то прихоти. И прихоть одного, а все остальные доставляют нас вот верить в то, что черное – это белое, наоборот. И вот эта ложь уже невозможна, уже все утонули в этой лжи, уже просто невозможно. Поэтому будем ходить, будем бороться. Спасибо. Спасибо. Мы помним фразу одной из участниц подкаста, прозвучавшая сегодня. Мы все в какой-то мере стали юристами. Статья 35 Конституции Республики Беларусь гласит, «Свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций пикетирования, не нарушающих правопорядок и права других граждан гарантируются государством». Нелишним будет вспомнить и международное право. Международный пакт о гражданских и политических правах вступил в силу для Беларуси в 1976 году. Статья 21 Пакта признается право на мирное собрание. Если вернуться к Конституции РБ, то в статье 8 написано, что Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов международного права и обеспечивает соответствие им законодательства. Все это можно использовать в качестве еще одного аргумента на суде, когда вас будут судить по статье 23.34 административного кодекса за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Но я надеюсь, что это с вами не произойдет. Но главное, что этот аргумент можно просто держать в голове, чтобы понимать свою правоту и законность ваших действий. На этом я с вами прощаюсь. Помните свою правоту и анализируйте национальное законодательство и международные нормы права. Мой гражданин до встречи в плечи. Мой сон везет на санках нас домой. Нас не было, нету я один.